Здравствуйте, мои любознательные друзья! Позвольте представиться. Профессор Андрей Иванович Иноземцев. Вы спросите меня, куда подевался наш общий знакомец Павел Петрович? Не волнуйтесь, с ним всё в порядке. Он отправился в экспедицию на Камчатку и попросил меня подменить его, что я с превеликим удовольствием и делаю. Я готов ответить на любой вопрос по удивительной науке географии. Задавать вопросы следует по адресу Москва, улица Марксистка, дом 34, корпус 7. Или на сайте телеканала «Радость моя». Ну, давайте приступим к делу. Андрей Иванов из Калуги пишет. Дорогой профессор, что-то я не понял, как изображают горы на географической карте. Горы высокие, а карта плоская. Она же бумага. И как по ней определить, какой высоты горы? Уважаемый тёзка, всё очень просто. Изображают горы с помощью разных оттенков коричневого цвета. Чем темнее цвет, тем выше вершина. Показываю на примере. У нас есть стул, стол и шкаф. Вообразим, что стул высотой в тысячу метров, стол в две тысячи, а шкаф в три тысячи метров. И изобразим наш стул с помощью квадратика, например, жёлтого цвета. Заштрихуем. Итак, у нас есть один квадратик. Теперь другим цветом, оранжевым, мы изобразим квадратик стола. Этот цвет потемнее, обратите внимание. И, наконец, пик шкафа мы нарисуем коричневым цветом. Вот таким образом. Теперь составляем легенду нашей карты. Легенда – это перечень используемых условных знаков и объяснение к ним. Кстати, в переводе с латыни слово «легенда» означает «то, что следует прочесть». Вот, пожалуйста, теперь любой человек, сверившись с легендой карты, узнает, какой высоты наши доморощенные вершины. Так и на настоящей карте. Высоту гор можно определить при помощи легенды и цвета, которым они изображены. Давайте сравним две горные системы. Например, кордильеры. Вот они. И Гималайи. Вы видите, что Гималайи показаны более темным цветом. Почему? Отвечаю. Их средняя высота – 6000 метров. А максимальная – она приходится на гору Эверест. Вот это здесь. Она – 8848 метров. А вот самая высокая вершина Кордильер – это гора, которая называется Аконкагуа. Вот. Ее высота – 6960 метров. То есть почти на 2 километра ниже. Вот, дорогой Андрей, что можно почерпнуть из географической карты. Этой, как ты ее назвал, бумаги. Теперь, когда мы научились пользоваться картой, переходим к следующему вопросу. Что там у нас? Очень интересно. Вика Минаева из Самары спрашивает. Дорогой профессор, мы с подружкой поспорили о том, кто открыл Берингов пролив. Она говорит, что Беринг, а я засомневалась. Подскажите, кто из нас прав? С удовольствием подскажу. Но сначала я хотел бы напомнить, что такое пролив. Проливом называют относительно узкое водное пространство, разделяющее отдельные участки суши и соединяющее смежные водоемы и их части. Вот Берингов пролив. Вот он. Расположен здесь 65 градусов 58 минут северной широты и 168 градусов 47 минут восточной долготы. Он проходит между самой западной точкой Северной Америки, это мыс Принца Уэльского, и самой восточной точкой Азии, это мыс Дежнёва. Семён Иванович Дежнёв. Запомните, пожалуйста, это славное имя. Ну, а теперь оденемся потеплее и перенесёмся в Сибирь. Семнадцатого века, а точнее в 1648 год. Мы с вами находимся под охраной стен Среднеколымского острожка, укреплённого сибирского городка. Сегодня знаменательный день. На восток от реки Колымы отправляется экспедиция Федота Алексеевича Попова. По тем временам довольно солидная. 90 человек на шести кочах. Кочь – это одномачтовое парусно-гребное судно, приспособленное к плаванию во льдах. От важных мореходов ведёт неуёмное любопытство. Какие чудеса ждут их в студенном море, так называли Северный Ледовитый океан. К этой экспедиции и примкнул Семён Иванович Дежнёв ради открытия новых землиц. И вот путешествие началось. Путь лежал по Северным водам, но не только пронизывающий ветер и холод мешали странникам. Много их полегло в стычках с эскимосами. И всё-таки, несмотря ни на что, Дежнёв и Попов неуклонно продолжали путь. И в начале сентября вступили в неизвестный пролив. Из-за ранения Попов был вынужден остаться на одном из островов. Дежнёв с горсткой товарищей продолжили плавание. Им удалось пройти пролив с севера на юг по всей его длине. И тут планом Дежнёва помешал шторм, почти в щепы разметавший его корабли. Но нашего героя он не сломил. В тяжелейших условиях Дежнёв вывел свою команду к устью реки Анадырь. И понадобилось на это целых 10 недель. За 80 лет Давидуса Беринга Семён Иванович доказал, что Америка – самостоятельный континент. И получил от царя Алексея Михайловича жалование за 19 лет и указ. За его сенькину службу, за прииск рыбья зуба, за кость и за раны поверстать его в атаманы. Вот так, дорогая Вика, теперь ты знаешь, кто открыл Берингов пролив. Но европейские картографы даже не догадывались о славном подвиге Семёна Ивановича Дежнёва. Поэтому открытый им пролив был назван в честь Витуса Беринга. О путешествии Беринга мы поговорим в другой раз. А сейчас нас ждёт новый вопрос. Лиза Чайкина из Иваново просит рассказать об озере Накуру. С превеликим наслаждением. Мы берём бинокль, пробковый шлем и вперёд в Кению. Национальный парк Лей-Конакуру недаром считается одним из чудес природы. Это настоящий рай для множества животных и птиц. Кстати, Лейк Накуру стал первым национальным парком в Африке. Но давайте осмотримся по сторонам. Первыми встречают нас на территории парка забавные обезьянки. Они, конечно, милые, но с ними следует соблюдать осторожность. Эти прожорливые создания так и норовят отнять у туриста и проглотить всё, что, по их мнению, напоминает еду. В отличие от обезьян, пернатые обитатели парка ведут себя с большим достоинством. Наверное, они берут пример со спокойных и неподвижных вод озера. Размеры озера Накуру весьма непостоянны. Его площадь, в зависимости от сезона и количества осадков, колеблется от 25 до 70 квадратных километров. Британский биолог Питер Скотт назвал этот рай для птиц величайшим орнитологическим зрелищем на Земле. Самое захватывающее зрелище на озере Накуру – розовое облако из двух миллионов фламинго. По соседству с фламинго проживают пеликаны. О, это удивительные птицы. Они летают и скользят по воде с необычайной грацией. Довольно странный при их-то размерах. Пеликаны – не только отличные летуны и пловцы, они ещё и ловкие рыбаки. Пеликаны погружают голову в воду и ждут, пока улов окажется в клюве. Но нам пора переместиться на сушу и познакомиться с другими обитателями парка. Обратите внимание, нет, это не памятник африканскому буйволу. Это он сам во всей своей красе. Вот уж кому не занимать терпение. Буйвол может часами стоять неподвижно. И ему нисколько не мешают птички, скачущие по спине. Дело в том, что птицы своими острыми коготками чистят буйволом спины. А теперь всё внимание на эту тропическую рощу. Здесь поселилось немалое семейство бабуинов. Могучие деревья служат им отличным домом. Есть где поспать и есть где порезвиться. Все движения взрослых повторяют или пытаются повторить малыши. Видите, какая у них светлая розовая кожа с чёрной шёрсткой. Только в полгода они приобретут оливково-коричневую окраску. Ещё один заботливый африканский родитель – жираф. При рождении детёныши жирафа весят около 60 килограмм и имеют немалый рост – около двух метров. Но это не предел. Молоко жирафа настолько питательно, что малыш вырастает на 3 сантиметра в день. Вот и подошла к концу наша прогулка по парку Лейк-на-Куру. В Африке хорошо, а дома лучше. Ну что ж, сегодня мы узнали, как читать географическую карту, выяснили, кто открыл Берингов пролив и побывали в Кении, в национальном парке Лейк-на-Куру. Если вы хотите задать свой вопрос, то пришлите его по адресу Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставьте его на сайте телеканала www.radostmo.ru. Я обязательно отвечу. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин